итак всех приветствую с вами я алексей и вы смотрите youtube канал парадигм и вот в общем то теперь я обозрю сосори акацуки скреэйшен это за месяц за прошлый давался этот ниндзя насколько я помню он неплох в принципе дефенс ну вот тут это плохо то есть дефенс что дает конечно инициатива это хорошо но в общем то такой себе нельзя есть и получше учитывая что у это ссори сейчас далее муске у броки этот конечно остается не удел он и раньше это был не особо хотя удивительно некоторые донатеры его даже покупали для коллекции значит что еще я совсем блин забыл я забыл вот понимаете забываю я но это естественно видео скорее для кого-то будущего какого-то то есть на случае если какой-то товарищ решит посмотреть обзор данного ниндзя который сам его не получил то есть начнет играть наруто онлайн позже этого момента вот такой у него вид в принципе ну довольно симпатичный смысл здесь у него одежда такая нормально нарисованная хотя бы и в принципе довольно интересно ну и что дальше значит теперь там новый игрок вот он как вы видите сменил гг в общем то значит смотрим он у нас мужчина он у нас деревня песка вон у нас акацука акацуки бафаются конан мужчины не бафаются никем и не любимый никем в общем-то а как и земли по моему их это но он качок и тупой и вообще и гомосек значит айрон сент ворд ордер так в общем-то мировой порядок какой-то и мгновенная опилка чистая ниндзюцу со стихией воздуха спавнит третьего куклу третьего козы каги и наносит урон стихии воздуха с прерыванием и парализацией до 6 юнитом в команде противника написано в тим то есть по одной команде бьет но это мы проверим значит в первом же раунде к стоится что конечно же преимущество использует 20 чакры то есть как у любого другого со ссори но нет какое-то со ссори тоже штипа но у него другая совершенно опилка но чакры столько же потребляет и тоже в первом раунде кастуется значит и перезаряжается два раунда ну довольно быстрая перезарядка значит атака кунаем это стандартная атака дойдет у чисто без стихий атакует противника на фронте кастует яд это не новость с определенным шансом отбрасывание и уменьшение кулдауна обилки этого юнита на один раунд значит тай и нин заменяет стандартную атаку когда кукла отсутствует и наносит неизбегаемый тадзюцу урон четыре комбо и яд четырем юнитом в команде противника ну наносит яд это смысле вы поняли отравляет в общем то мне кажется или без скуку он атакует сильнее чем с куклой до неизбегаемый урон еще и типа отравление а тут всего лишь по одному юниту вроде бы пьет но типа мистери куда он уменьшает то есть он каждый раунд до когда у него есть кукла он может каждый раунд кастовать свою главную опилку это точно то есть она у нее два раунда перезарядка а а если ты атаковал и уменьшил свой кулдаун то получается что один раунд перезарядка следовательно каждый раунд кастуется это интересно надо проверить значит наносит так чиз ну короче связывается и атакует как это опрокинутого юнита наносит низкое подбрасывание и отравляет а также увеличивает у цели перезарядку в главной опилки на один раунд то есть это уменьшает свою опилку куда он это увеличивает у противника довольно неплохой чиз и неплохая автоатака единственное что чистая тайдзюцу но может пригодиться учитывая что у него опилка чистым ниндзюцу дамажит а это тайнин то есть да то есть если ты не можешь чистым ниндзюцу надамажить противника то в таком случае он убивает кукол и ты можешь его автоатакой на дамажить потому что в ней уже есть тайдзюцу ну и чизом тоже можно наносить урон и короче дальше последняя пилка секретная красная техника починка куклы перед каждым действием в раунде этот юнит и все твои все куклы твоей команды восстанавливают некоторое количество здоровья когда сосори на поле то есть только нашей команды это не на поле то есть в принципе нужно его с другими куклами ставить куклы как бы у нас не модные значит куклы которые получают даются урон уменьшают их так уменьшают у атакующих critical hit на 30 процентов я так понял шанс крита на 30 процентов до конца раунда и это не стакается ну в общем то такое себе восстанавливает здоровье но это мы видели в сосоре не воскрешается вот это самое фиговое его свойства если бы он хотя бы воскрешался он просто очередной сосорик который бафает всяких чуваков значит ну что давайте посмотрим ну не знаю чем не там пишет я совершенно не в курсе простите но он скорее всего что-то там кого-то культивирует что-то там творит ох уж эти молоднячки такс нет он пьет как вы видите по всем полям написано тим тим команда а на самом-то деле бьет по нескольким команда но вот что это за неправильный перевод или они знают что это такое лошадь понимаете ну как вы видите он не перезарядил свою опилку раньше времени что конечно же не есть плюс может быть чтоб нам надо сделать чтобы его куклу убили как но это будет трудно сделать потому что ну вы видите какая кукла горит и и тем более нужно убить по моему за один раунд легче сам самого сосорю вот его чиз ну-ка перезарядишь не не перезарядить в общем то такой сосори блин зачем я начал его обозревать если нам нужно еще посмотреть самое главное его стартовые параметры значит хелс гроут и это он зелененький нам повезло что он зелененький то есть можно посмотреть чистые параметры они уже прокачаны значит 1163 отагрул 512 в общем-то дефенс ну какие-то параметры все мне кажется маленькие ну хотя как сказать конечно у гг воздуха меньше но у него самое важное что атака и ниндзю цукроут одинаковые и очень-очень маленькие то есть его по ходу за нерфили при помощи слабых параметров а вот защита не то чтобы совсем уж маленькая но у него же есть кукла чтобы танковать нафига это все сделали нафига я не понимаю ну ну вот он вроде бы хорошенько всех долбанул своих куклой и что дальше кстати а вы заметили он долбанул куклой всех или одного кого-то да он долбит как бы всех слушайте а этого не написано было написано было что если он короче не это у него нету куклы тут а долбанул куклы в общем как-то странно но вы знаете что когда у него кукол он все равно то убит авто атакой довольно мощно что я могу о нем сказать ну это ниндзя для кукол и против кукол то есть он сам у него как увидите атаки все массовые то есть а массовые атаки они лучше всего против всяких колонов против кого-то такого то есть против какого-нибудь настаканного ашуры или же мадары вот это вот и до тенцейного кажется который с красивым полем и который сейчас у пешный он типа не прокатит также что я могу сказать еще что он собственно пафает кукол и следовательно вам нужно и своих каких-то кукол у себе брать но какие ниндзя у нас спавнят кукол и что вообще можно считать куклой вот например узи цуклоны это считаются куклами у наруто колонны считаются куклами или это только нам нужно этого как его таруны а бурами ставить хотя нет а бурами это вроде тоже не куклы ну в общем-то кто там остается еще кукольный мастер бабулька чью и конкура до конкура да ведь этот чувак то есть вот это два ниндзя которых с ним ставишь и как бы тогда возможно что-то получится но это откровенно говоря как вы понимаете слабая команда эти все ниндзя они не такие уж и о пешные следовательно баф его пропадает все пропадает и в принципе он получается не такой уж и крутой товарищ да кроме того я не заметил чтобы у него типа была вот такая атака видимо вот как раз папы ток зис экзист это отсутствует или присутствует но судя потому что мы дамажили четырех юнитов и типа хотя слушайте ну да мы дамажили четырех юнитов и вроде бы их как раз отравляли а здесь ну да то есть это довольно странно получается когда кукла есть он дамажит и ниндзюцу и тадзюцу а иначе чистое тадзюцу будет дамажить в общем убийство его куклы похоже его ослабляет наоборот а не усиливает как я думал стоит ли его использовать ну если у вас низкий упроченный это со ссоре или его вообще нет если у вас как бы вы хотите команду с куклами теми же самыми составить то возможно и можно также на той же арене помните я снимал короче видео по арене в которой одинаковых ниндзя можно ставить и то есть прикиньте поставить несколько ссоре в одну команду ну и они все бафают типа куколы все дела то есть я думаю что на такой арене можно составить команду которую нельзя будет вообще убить потому что она пассивно хилит и постоянно кукол спаунит и типа и ядом травит всех подряд и другие выпендрежи делает ну в общем довольно интересно может быть это но тем не менее его конечно еще и дополнительно слабыми параметрами за нерфили но и он сам по себе не то чтобы слишком сильный ниндзя а на этом я с вами прощаюсь вот такой вот ниндзя мое мнение о нем всем пока 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 ну и